Итак, всем привет друзья, небольшой спецвыпуск в честь возвращения Чарльза Беннета, известного также под такими погремухами как Феллони или Крэйзи Хорс. Кстати последнее погоняло он не очень любит. Данный поединок был не замечен в русской ММА благосфере, а я решил сделать на него обзор, в дань памяти так сказать, потому что харизматичные бойцы всегда толкали этот спорт массы. Описывать кто такой Беннет я не буду, вы и так все сами знаете, а если нет гуглите на канале олдскул комбо там все есть, если вкратце боец ММА угарщик опездал распездал уголовник, но в душе мне кажется достаточно добрый и ранимый чувак. В целом пожалуй один из самых харизматичных бойцов ММА. Итак, он в кулачных боях, наше предсказание о том, что кулачные бои вполне могут составить конкуренцию UFC сбывается 200 тысяч платных трансляций. Это мягко скажем для начала очень неплохо, а все потому что людей надо всегда удивлять. Люди всегда хотят что-то нового и организации Берлнакл на данный момент удивить есть чем. 5 раундов по 2 минуты формула данного турнира и как мне кажется поединок должен быть подинамичнее, чем у Лобова и Малиниаджи. И что сразу бросается в глаза, это толщина намотки вокруг запястья. У Чарльза она совсем ну какая-то никакая, если сравнивать ее с намоткой того же Лобова или Малиниаджи в их поединке. И неспроста я сейчас акцентирую на этом внимание. В первом раунде Беннет пытается продемонстрировать нам красивую корпусную работу, периодически залезая в такой легенький пиздорез. Его соперник Майкл Макдональд поддавливает Чарльза и забирает центр ринга. Кстати, не нашел о нем информацию. Братва, кто знает, что это за ноунеймовый перец? Черканите в комментах. Просто учитывая, что Беннет идет по-моему на антирекорде что-то вроде 33-38, совсем не удивительно, что против него хз кто. Бойцы периодически попадают друг по другу, но успех пока что весьма условный и переменный. И вот с определенного момента боя видно, что Фелони начинает придерживать свою руку. Фелони с английского кстати означает преступление, ну если вдруг кто не знал. Хорс закидывает рвану оверхенд, хитро приспускаясь на колено, как бы в защиту от размена. Рефери разнимает бойцов, у Майкла открывается сечка и тут же Чарльзю прилетает ответка в висок. Еще апперкот от лошадки и снова сечка. К слову, мне нравится идея этого спорта, но все же я за то, чтобы на них одели ММА перчатки. Травматизм чрезвычайно высок. Конец раунда и кроличья серия ударов от Майкла в корпус Беннета. Третий раунд, первый размен и уже первый нокдаун. У Хорса начинают разваливаться руки. Удивило то, что Чарльз не просто вышел отработать кэш, он продолжил биться с одной рукой. Ну а так от него в третьем раунде уже практически не было. В четвертом Чарльз немного активизируется, накидывает удары, но получает в ответ пару неприятных пиздюлин. В целом действует от защиты, неплохо двигается на ногах, уклоняется. Но при атаке видно, его лицо сильно сморщивается. Видно, что ему уже больно не по-детски, друзья. Чарльз бьет уже ладонями, в надежде зацепить Майкла акцентированным хлопком. Периодически меняет стойку с больной рукой. Но в размене кидает двойку, разбивая в хлам вторую руку. К сожалению, продолжить он уже не смог. В целом, бой был, на мой взгляд, подинамичнее, чем у Лобова и Малиниаджа. Хоть и по уровню, конечно, прилично ниже. Чарльз Беннет уже старая и травмированная лошадь. Пожелаю ему выздоровления, надеюсь, мы еще увидим шоу его исполнений и на этот раз в кулачных боях. Хоть и сильно в этом сомневаюсь. Всем пока, парни. Не забудьте подписаться, нажать колокольчик, поставить лайк и отписать свое мнение в комментах по поводу этого поединка.